ребят всем привет добро пожаловать на мой канал я сейчас нахожусь в торговом центре который называется галерея рига идет дождь а может быть уже закончился вон там крыша на самом-самом последнем этаже хочу немножечко походить посмотреть что есть просто в ассортименте может быть может быть прикупить себе джинсы если я найду что-то подходящее потому что на данный момент признаюсь вам честно несмотря на то что я получаю огромные комплименты от вас большое вам за это спасибо по поводу того как я выгляжу многие пишут что как что я пришла в форму кто-то спрашивает о том как я так быстро пришла форму так вот да я как бы довольна собой не скрою мы поговорим немножечко на тему лишнего веса и вообще восстановление после родов в целом но на самом деле на мне не застегиваются ни одни мои джинсы вообще вот просто ни одни джинсы которые у меня есть которые прошлом летом на мне болтались на мне висели они на мне сейчас не застегиваются если возможно после первых родов меня бы это но у меня действительно это очень как бы так заставляла себя чувствовать некомфортно в своем теле заставляла меня как-то комплексовать и сейчас абсолютно я не знаю из-за чего не знаю возможно это с возрастом приходит какие-то понимания того что внешний вид и влезание в какой-то там размер условный будь то s или m это не главное далеко не главное главное то как ты себя ощущаешь возможно это то что у меня была очень тяжелая беременность я лежала в кровати буквально практически все девять месяцев и действительно не могла не стать ничего не сесть не помыться не встретиться с кем-то на элементарный туалет найти это возможно тоже на меня повлияло в том плане что я поняла что не надо настолько сильно заморачиваться по поводу своей внешности тогда там за собой нужно следить там нужно себя улучшать пытаться как-то вот ну себе нравится но нужно также не загоняться уж слишком сильно да у меня есть животик да у меня есть лишний вес но с другой стороны я себе нравлюсь и совершенно не проблема что не могу я влезть свои джинсы потому что прекрасно влезаю вот в эти вот свои штаники спортивные которые сейчас очень сильно очень трендовый и очень нравится мне самой как они на мне смотрят так что пройдешь по магазинам посмотрим куплю я что-то нет но вы конечно же узнаете в общем еду я на экскалаторе и понимаю что джинсы джинсами но чувство голода никто не отменял поэтому я сейчас хочу что-нибудь заморить червячка ну и возможно после этого на меня еще меньше джинсов налезет но ничего страшного голодать я не собираюсь там есть лидо может быть зайду туда если очередь не слишком большая и она вроде бы не слишком большая вот такой вот у меня сегодня обед сырный салат салат с булгуром салат со свежей брокколи и цветной капустой взяла также хлебушек это я встретилась и подписчику привет если смотришь видео и пакет до после до 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 Так, в манго зашла, смотрим джинсики. Я думаю, что мне надо взять размер 40. 3-свой, свои, я не вылезаю в 3-свой семью. Нету 40-ого, прикиньте. А, есть. Вот. Такие трубы. А, но они с дырками. Мне не очень нравятся с дырками. Они не очень практичны. Они, конечно, смотрятся круто, это я все понимаю, но непрактично. Если холодно, то реально поддувает. Короче, я послала, что 40-ой размер, это самый ходовой размер. Его все раскупают. Очень много. 34, 36, 38 и дальше. А, вот здесь есть 40-ой. А вот, например... Здесь вот в таких вот ходовых тонах 36, 44, 46. Вот хотела посмотреть широкие типа трубы, как у меня. 36, 38, уже 44. Вот 40-ого здесь нету. К сожалению. Ну, взяла 38, померю, вдруг налезет. Вот такой вот у меня прикид. Сегодня. Сейчас мы будем омерить джинтики. Первые штаны, это 38 размер. Ну, и как бы... Как бы они на мне не застегнулись, да. Они должны идти, как бы, на высокой талии, но, увы, ах. Не застегнулись. 38. На данный момент это не мое. Так, это уже размер 40. И, как бы, вы увидите. Я могла бы, наверное, вот так вот в них бы, ну, как бы, стиснуться. Но, слушайте, мне надо размер 42. Ну. Ну, будем искать, что поделать. Что поделать. Главное, найти правильный фасон. Так, взяла следующую партию. Вот один из них 42. И остальные два сороковых. Ну, посмотрим. Посмотрим. А эти, кстати, у меня 34 размер. Конечно, они эластичные. На резинке вот они. На высокой талии. Вообще, Иксэс, если так вот, да? Якова, Рова, Якова. Не, ну, я, честно говоря, не ожидала, что на меня не налезет сороковой. Ладно, еще там 38. Я все понимаю. Два месяца после родов, как бы, да? Ну, сороковой. К этому я не была готова. Ну, ничего страшного. Ничего. Найдем. В итоге мы найдем. Кто ищет, тот всегда найдет. Потому что, по факту, у меня сейчас, как бы, нет ни одних джинсов. У меня много джинсов. Ну, ни одни из них у меня не налезают. У меня только спортивные штаники. Мне хочется, все-таки, чтобы хотя бы, ну, одна пара джинсов у меня была. Типа, на выход. Поэтому будем искать. Ну, я думаю, что, как бы, застегнусь-то я застегнусь, но будет ли это красиво смотреться, думаю, вряд ли. Так, ну что, сороковой, сорок второй на меня налез идеально. Нигде ничего не давит. Ощущается комфортно. Очень крутые джинсы. Но единственный минус для меня, по крайней мере, это то, что они на пуговицах. Я люблю на молнии, когда, хоп, жик, застегнул, чик, и все, не паришься. Но тут уже, походу, что налезло, то и берем. Нет, вот такой фасон мне очень нравится. Он такой, типа, трубы, расклешенный. Можно под каблук, потому что они очень длинные. Ну да, слушайте, сорок второй размер. Вот это нежданчик. Ну вот. Нюшка, можно, пожалуйста, 35-й? Так, короче, вот эти тоже крутые трубы. Это последний остался размер, сороковой. Но он мне не застегивается, да. Но я решила, что я возьму его. Вдруг я до него дохудеюсь. И возьму его сорок второго. Те, которые на меня налезают сейчас, чтобы носить что-то сейчас. Потом им расскажу, сколько пройдет времени, пока я влезу в эти штаны. Но если не влезу, то кому-нибудь секундам. Короче, те штаны, которые мне подошли в мангу, я решила отложить. И посмотреть, может быть, мне подойдут штанишки в H&D. Посмотрим. Если не подойдут, то возьму то, что на меня налезло. Я думаю, чуть-чуть давно. Вот, вы можете всех ракурсов посмотреть. А ну да, к слову сказать, мне это платье безумно понравилось. Оно, конечно, не дешевое. Стоит оно ни много ни мало. 99 евро. Но мне кажется, что оно того стоит. Как вам? Очень красивый цвет. Но вот эти вот рюши, они полнят. Они полнят. И немножечко капнешь водичкой, и все. Уже видно. Так что, если вы будете потеть, то это не ваш вариант. Цвет красивый такой. Royal Blue. Но вот эти вот рюши предают лишних килограммов. А мне они, как выяснилось, не нужны. Так, померял такой пиджачок. Оверсайз, двубордный. В размере L. Мне кажется, очень классно сидит. И вот с джинсиками как раз будет, мне кажется, самое то. Короче говоря... Ой, блинчик, не упал. Короче говоря, купила пиджак. Купила платье офигенное. С блестками. Оно просто меня покорило. Оно дорогое, да. Но оно уникальное. Я таких платьев не видела. Сейчас я буду за штанами в манго. И все. И надо ехать уже домой. Домой к Петьке. Вот, в итоге я вот так вот выхожу. С пакетами. Аня зашопилась, называется. Планировала только джинсы купить. Надеюсь, на улице нет дождя, потому что у меня все пакеты бумажные. Дождь просто их не вывезет. Так, вообще-то дождь идет. Дождь идет, но мне надо домой. Поеду я на автобусе. Из-за дождя сейчас повышенная востребуемость такси, как обычно. Ну ладно, надеюсь, что я... Надеюсь, что я дойду и что мои пакеты... Главное, чтобы они не порвались. Так, я иду на автобусную остановку. Извиняюсь, если трещется камера. Просто у меня, помимо того, что в ней телефон, так еще на ней висят пакеты. Дождь, на самом деле, не такой сильный. Погода классная. Кстати, я обожаю такую погоду, вы знаете. Тепло, свежо, нет ветра и пасмурно. Я любитель пасмурности. Наверное, одна из немногих, кто любит такую погоду. Напишите, нравится вам или нет. Или вы предпочитаете солнце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok